Автотуризм будет развиваться. Причина та же – коронавирус и закрытые границы. Поэтому эксперты приехали на Алтай с конкретной целью осмотреть придорожный сервис вдоль Чуйского тракта, чтобы выяснить, насколько он вообще готов к наплыву мото- и автотуристов. На сегодняшний день, если брать полноценных автокемпингов, те, которые должны по ГОСТу быть, или те, которые за границей, в той же Европе, ну, пока на сегодняшний день нет. То есть, чтобы был оборудованный пич, это место, соответственно, остановки, чтобы была подведена электричество к нему, чтобы можно было залить воду свежую, слить серую. Таких пока оборудованных мест на сегодняшний день нет. Но при этом автодомов на всю Россию официально около трех тысяч. Эксперты уверены, для них нужно создавать инфраструктуру, но не стоит увлекаться. Главная целевая аудитория – путешественники на легковых авто. И для них в республике и крае условия неплохие, по крайней мере, вдоль Чуйского тракта. Эту трассу многие путешественники хвалят, но профильные ведомства заверили – будут улучшать и дальше. Очень важная тема, связанная с безопасностью дорог, с площадками отдыха, с площадками для стоянки больших грузов, но и также, конечно же, транспорта, который туристического направления. Люди приезжают на Алтай отдыхать, они должны чувствовать комфорт в наших дорогах и получать удовольствие. Комиссия из чиновников и представителей Ассоциации автомототуризма пообщалась с предпринимателями. Узнавали, какие услуги туристам могут предложить сейчас и давали советы на будущее. Это территория паркинга. Рекомендуем вам вот этот угол рассмотреть как парковку для автодомов и владельцев кемперов. То есть, в принципе, достаточно инфраструктуры в виде электрических счетов, розеток. Это поможет бизнесмену привлечь новых клиентов, а если так будут поступать многие, это поможет привлечь новых туристов в регион. Пусть дом на колесах и кажется автономным, его нужно зарядить, пополнить запасы воды и так далее. Тем важнее сделать это необходимо, если мы хотим привлечь иностранных караванеров. Если в Европе этому движению автопутешественников-караванеров уже несколько десятков лет, то для России это новая песня на Алтае, что в республике Алтай или в Алтайском крае. Все, что касается досуга, я думаю, здесь очень богатый спектр. Особенно все, что касается этнографии и быта алтайских народов. Природа для караванеров интереснее культуры. Такова тенденция. Поэтому многие будут съезжать с гладких трасс. Для них понадобится развитая сфера автомобильного сервиса и ремонта. Даже проблема помыть машину. Они чуть выше по габаритам, чем обычные легковые машины. И даже в городе Барнауле это тоже проблема. Как я познакомился с такими людьми, которые путешествовали с мирным именем. Они два года делали круглоседные путешествия и в Барнаул заехали. Я вижу, что они мечутся. Автомойка, вроде знак указан, помыть не могут. Но рынок, по словам Александра Смирнова, уже начинает откликаться на спрос. В Республике Алтай все больше авторемонтных мастерских, а в России все больше домов на колесах. Появляются и отечественные модели. Даже в «Газели» не было столько места, сколько у вас буханки. Я лежу в полный рост, чувак. Тем не менее, эксперты уверены, что даже при самом радужном стечении обстоятельств массовым такой отдых не станет. Я считаю, что это перспективно, это интересно, но это не массово. Да, это будет развиваться дальше, но сомневаюсь, что у нас прям каждый человек сможет себе позволить купить такой дом на колесах или его арендовать. Возможно, их количество будет увеличиваться, но не в каких-то глобальных масштабах. Остаются мотоциклы и легковушки. Специально для современных кочевников план развития Чуйского тракта включили в стратегию развития туризма в России до 2035 года. Это позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров. По мнению экспертов, этот вид отдыха – один из самых перспективных для обоих регионов. Андрей Дреер, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...